Конд будет отчужден. Уголок Баку на вершине Еревана. Не останавливающийся ни перед чем мэр Еревана Тигран Авинян заявил, что Конд будет отчужден. Дома в Конде будут признаны зоной общественного доминирования, земля перейдет к мэрии Еревана, а жителям Конда предоставят скромные компенсации. Армянские СМИ уже пишут, что выселение жителей Конда, которые считаются сторожилами в Ереване, подобно выселению центра Еревана на месте нынешнего Северного проспекта и может стать черным днем для власти Пашиняна. Было заявлено, что кадастровая стоимость одного квадратного метра земли в этом районе составляет 214 и 139 тысяч драмов, то есть 500-600 долларов. Это смешные суммы для нынешнего Еревана, тем более центра. Но дело вовсе не в деньгах. В контексте признания территориальной целостности Азербайджана и Турции правительство Пашиняна уже отдало Арцах, отреклось от магистрали Иран-Армения. Отказалось от строительства завода в Яросхе, готовится отдать анклавы со всеми окрестностями и контролем над межгосударственными магистралями и армяно-иранской границей. Но главная миссия – Ереван, вернуть Конд, что в переводе означает «голова». Сопка в центре Еревана, которую Баку требует в качестве гарантии подчинения. Еще в 2022 году группа азербайджанских ученых и представителей общественности обратилась в ЮНЕСКО в связи с селом Ереванским кварталом Конд. Будто они обеспокоены судьбой квартала Типебаши, который так называемые ученые провозгласили азербайджанским. Да еще и своим последним оставшимся национально-культурным и историческим наследием в Ереване. Они обратились к генеральному директору ЮНЕСКО Одри Азуля, жалуясь, будто в Ереване якобы геноцид их культурного наследия. Конд будет отчужден, говорит Авенян, отчужден в пользу Баку, в знак мира, перекрестка и других поз. Продолжение следует...